Добрый день, мои дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале «Ты теперь знаешь». Сегодня мы поговорим о насекомых в доме. Для многих из нас это не всегда приятные гости. У одних они могут вызвать отвращение, а у некоторых людей даже страх. Увидев на потолке большого паука, многие спешат как можно скорее от него избавиться. Но наши предки были уверены и говорили, что убивать насекомых в доме нельзя. По поверьям, появление паука, осы или божьей коровки в доме может быть определенным предупреждением. Сейчас вы более детально узнаете о народных приметах, связанных с насекомыми. Но прежде я попрошу вас не забыть подписаться на канал, поставить лайк и написать свой комментарий. Я очень благодарна вам за поддержку канала. Итак, если в комнату залетела оса. Оса в комнате – хороший знак. Суеверные люди верят, что осы являются символом богатства, добра и благополучия. Наши предки говорили, что осы чувствуют хороших людей и никогда не залетят в дом с плохой энергетикой. Божья коровка. Милый жучок, залетевший сквозь открытое окно, тоже хороший знак. Божью коровку считают символом благополучия и мира. По поверьям, она не залетит в дом, где живут злые люди. Если вы увидите в квартире это насекомое, значит новые начинания будут успешными, а все запланированное воплотится в жизнь. Если божья коровка медленно переползает через порог, это означает, что скоро придут радостные новости или произойдет приятное событие – жук с панцирем зеленого или изумрудного цвета. Если в дом залетел жук с панцирем зеленого или изумрудного цвета, пугаться не стоит. Его также издавна считали хорошим вестником. Это означает, что семья вскоре получит важное известие. Колорадский жук в доме. А вот колорадский жук в комнате – не такая уж хорошая примета. Она предвещает проблемы с финансами. Вам не следует тратить слишком много средств или давать их кому-то взаймы. Насекомые окружают вас повсюду. Обратите внимание на муравьев, которые поселились возле вашего дома. Если они сидят прямо возле вашего порога и строят там муравейник, то это к богатству. А вот укус муравья означает вражду и споры. Поэтому избегайте быть укушенным муравьем. А вы знали, что в глубине каждого муравейника есть комок масла, который создается муравьями из своего молока. Считается, что это масло помогает от всех болезней. Пчела – это насекомое, которое обещает удачу тем, кому она залетает в дом. Если вы собрались на охоту или на рыбалку, и если с вами рядом летит пчела, это значит, что вам повезет. А вот если вы убьете пчелу, то это может привести к плохим последствиям. Сверчок символизирует счастье. Если он живет в доме, то приносит удачу его обитателям. Внезапный уход сверчка из дома, где он жил долгое время, может означать болезнь или смерть. По древним поверьям, если сверчок решил обосноваться в доме, где живет беременная, то у нее будут быстрые, легкие роды, и ребенок родится здоровым. Сверчок очень хорош для неженатых мужчин и для незамужних девушек, потому что он обещает им в скором будущем встретить свою судьбу. Сверчок может утешить вдову, у которой недавно умер муж. Считается, что душа покойного находит воплощение в виде этого насекомого. А уж если сверчок запел песню в вашем доме на Рождество, то это значит, что скоро вас ждет богатство. Сверчка убивать нельзя, этим можно накликать проблемы на свою семью. Если появилась моль. Моль – неприятная насекомая. Наши предки ее также недолюбливали. Говорили, что моль несет с собой бедность и финансовые потери. Пауки. Несмотря на то, что это существо нельзя назвать приятным, паук в доме – примета скорее, хорошая, чем плохая. Многие люди боятся пауков и абсолютно напрасно. Те, которые обитают в наших домах, совершенно безобидны. В народе есть следующие приметы о пауках. Найти паука на одежде – к прибыли. Если паук спустится перед кем-нибудь с потолка, значит, будет неожиданный гость или неожиданная радостная весть. Письмо, деньги, повышение или награда. Увидеть спускающегося утром паука к печальным известиям. А вот если паук опустится над чьей-либо головой, это предвещает счастье. Если паук спустится на руку, то это предвещает денежную прибыль. Если паук спустится на стол во время еды, то это означает, что дом имеет нового тайного врага. Бабочки – это очень красивые существа, которые восхищают многих своей красотой. У многих народов существуют суеверия и поверья, связанные с бабочками. Так, хорваты и болгары верят, что прилетающие ночью бабочки – это души ведьм, которые хотят выведать все в доме хозяина. По английским легендам, если увидишь летом белую бабочку, то будешь жить в богатстве. А если увидишь летом коричневую бабочку, то будет голод. В народе бабочек связывали с потусторонним миром. Если она залетела в комнату, то ее нужно осторожно поймать и выпустить. Бабочек убивать нельзя, иначе в дом придет беда. На сегодня у меня все, и я буду с вами прощаться. Спасибо за внимание, всех вам благ, и до новых встреч на канале «Ты теперь знаешь». Субтитры создавал DimaTorzok